Доброе утро, девочки мои! Что у нас сегодня с погодой? Как-то вот облачно я смотрю, солнца как-то не видно. И ветерочек. Плюс 17 градусов. Но завтра ещё холоднее, завтра вообще дождик должен быть. Короче, сейчас собираюсь я за Настей. Даже не знаю, что надевать. А я уже с утра смонтировала видео. Видео выводится, супчик варится. Ну, это супчик типа соус. Всё, я сейчас закинула зелень, всё уже посолила. Ну, сейчас как раз буду одеваться, через 5 минут можно выключить. Будет нам обед такой. Всё, девочки, успела я сварить соус. Вышла на улице хорошо. Ну, я так потеплею, сюда кофточку надела. Ничего так. Ну, пока здесь безветренно. Вроде бы ничего. Хоть уже и прохладненький. Ну, вроде как ветра сильного нету. Поэтому комфортно. Ещё пока хорошо. Я посмотрела сегодня в новостях. Погода. Где-то аномальная. На Южной Сибири, по-моему. Аномальная июльская жара. А на севере Сибири снег уже. Снеговики там лепят. Минусовая температура ночью. В общем, такой разброс. Ну, циклоны идут. Поэтому, конечно, резкие-резкие перепады температуры. Но у нас ещё нормально по сравнению с другими. Кому-то не позавидуешь. Мне бы не хотелось, чтобы сейчас уже снег выпал. Вот этот дождь там. Но дождик завтра должен быть. Резко похолодает завтра. Вот так. Резко, не очень резко. Короче, топаю я в школу. За Настей. Думала, снимать сегодня, не снимать видео. Думаю, ладно, начну. А там видно будет. Что-нибудь да подсниму. Всем привет! Ну, что, как ты сегодня день провела в школе? Ну, хорошо. Сегодня было три в окон. Как всегда. Ну, думали, что будет четыре. Ну, какая разница. Уроков было, как всегда. Ну, да. Ну, вот. Что-нибудь новенькое, интересное узнала? Да. И всё? Ты больше ничего не скажешь? Просто слово, да? Нет, я узнала, что... Вот смотрите. Вот у нас, получается, собака есть, да? И если, ну, не надо её бояться, и не надо ей смотреть в глаза. Просто застыть на месте. Это раз. А два, что у Москвы есть тоже свой гимн. Ну, не гимн, а... Ну, тоже песня про Москву. Мы сегодня две такие. Слушай. Классно. Это интересно, интересно. Доброе утро, девочки мои. Сегодня уже суббота. Я вчера не снимала. Вчера целый день шёл дождик. Сегодня тоже будет дождик. Сейчас плюс 13 градусов. Ну, до... Сегодня до 16, по-моему. Не жарко будет. А я вчера, девочки, ничего не снимала. Почему, я вам скажу. Позавчера приходим мы с Настей домой. А я тут хожу, кручусь. Что-то я кушала. Я что-то обнаружила, что у меня нет обоняния. Я думаю, что такое? Ну, это может быть синусит, бывает, пропадает обоняние. А вдруг нет? Я, короче, вчера с утра, прям с самого утра пошла в поликлинику, чтобы сдать ПЦР-тест. Я его сдала. Но результат вечером, ну, уже поздно вечером, вчера результат выложили на госуслуги. Вот. А вчера день рождения у Дэни. И, в общем, я с дочкой поговорила. Мы решили, что лучше на всякий случай я не пойду в гости. Ну, в принципе, она там день рождения отмечать не собиралась. В общем, просто тортик вечерком покушать чисто по-семейному и всё. Поэтому я поздравила, денежку кинула на подарок. Говорю, купи сама. В общем, сама там, что ты знаешь лучше, что нужно ребёнку. Потому что я не знаю, что ему нужно. Вот. Ну, а так игрушку подарить. Это я уже когда совсем прям окончательно выздоровлю, тогда мы встретимся. Я в гости к ним схожу. И игрушку купила Дэнечке, там, пистолетик такой с пулечками. Вот. Ну, а сейчас уже я знаю точно, что у меня нормальный ПЦР-тест. Короче говоря, у меня там ещё всяких таблеток. Ну, я пью такие совсем не от простуды. Там Артра, потом Магнелис, Розовостатин. И вот в аптеке Синупред. Синупред это вот такие таблеточки, они маленькие, кругленькие. Ну, это при Синусите вот пить как раз лечит вот это всё дело. Ну, вроде облегчение чувствуется. Но только вот единственное, что обоняние пока что ещё не вернулось. Вот. Так что я ещё пока долечиваюсь, так сказать. Но у меня всегда после простуды, я очень как бы редко в последнее время вообще болею простудой. Но после простуды у меня всегда потом идут остаточные. Ещё, наверное, в течение месяца выходят с меня остаточные явления. Всякие там насморк, кашель может быть ещё. Ещё около месяца может длиться и уши заложены. Могут быть такое дело. Вот. Так что, в принципе, всё нормально. Не переживайте со мной. Со мной всё нормально. Ну, день рождения я вчера пропустила. Ну, вчера внучка была там с папой, с мамой. В общем, короче говоря, ну, я сейчас иду за Настей. Сегодня у неё тренировка раньше началась. Сегодня им разбили тренировку. Ну, и поэтому сын на тренировку её завёз, а я уже пойду её забирать с тренировки. Ну, спрошу у неё, как день рождения там прошло. Ну, я думаю, там ничего особенного такого не было. Гастения зазывали, потому что, ну, как бы сейчас не то время, не те обстоятельства. Вот. Ну, а ребёнку всё равно хочется, знаете, тортик покушать, свечку задуть. Поэтому тортик, значит, это самое главное, что должно быть у ребёнка на день рождения. Вот. Всё, девочки. Ну, сейчас я уже одеваюсь, выхожу на улицу. Вышла на улицу, девочки. Немножко пораньше вышла. Думаю, пройдусь, подышу. В магазин зайду. Хлеба надо купить. Ещё чё-нибудь по мелочи. Свежий воздух на улице. А сегодня, видите, какое небо. Всё облачное, облачное. В общем, в целом пасмурно. Но ветра нету, и это уже неплохо. Это хорошо. Так, где там наши девчули? Занимаются ещё пока. Я уже в магазин успела сходить, хлебушку купить. Но подожду пока. А мы с Настей дома уже. Я смотрю, было пасмурно-пасмурное. Солнышко вылезло на улице. Ну-ка, посмотрим. Хорошо так как. Ну-ка, ну-ка. А для меня одна не очень новость. Ну-ка, ну-ка. О, небо прояснилось чё-то. Ну и хорошо. Доброе утро, девочки. День следующий. Сегодня очень сильный ветер. Ну и прохладно на улице. 14 градусов. И вот с таким сильным ветром это уже прохладненько. Ну а то, что солнечно, конечно, радует. Я смотрю, вон деревья так сильно нагибаются. Ну, я сегодня свободная. У меня сегодня свободный день, воскресенье. Я решила, что я сегодня буду отдыхать. Ничего не буду делать. Доброе утро, девочки мои. В интернете посмотрела, что такое синусит. И вот там всякие разные разновидности. И, в общем, я так поняла, что если не лечить, это может дать какие-то другие, более серьезные осложнения. Ну, у меня всегда после простуды обычно осложнение идет на уши. Потом у меня, вот я сейчас записалась к врачу, в платную поликлинику. Она мне лечила ренит. И у меня, помню, ренит был сначала такой ренит, потом медикаментозный ренит. Я поэтому, она мне тогда, как сказала, уже время, прошло время, это еще до пандемийное время было, наверное, уже около трех лет. Она мне сказала, каплями не закапывайте, потому что привыкание идет. Получается медикаментозный. В общем, она меня нормально тогда полечила, хорошая врач. И, в общем, я посмотрела в поликлинику в свою районную. Там очень сложно попасть к лору и целое дело, там кучу времени надо в поликлинике провести, чтобы вообще туда попасть. Номерок взять, целое дело. В общем, решила раскошелиться, пойти к платному врачу, проверенному врачу, потому что, знаете, неприятное такое состояние, уши как заложены, как будто в самолете. Вот, поэтому решила, в общем, заняться этим лечением, чтобы быстрее. В общем-то, у меня уже почти скоро будет две недели, когда с начала заболеваемости. Но это у меня сейчас еще такое, как осложнение идет. Вот, ну и так как я никакими такими лекарствами не лечусь, очень медленно идет такое выздоровление. Хочется как-то быстрее выздороветь и более надежно, чтобы это было. Поэтому сейчас собираюсь я и топаю в поликлинику в платную. Вот я и вышла на улицу. Девочки, я на улице хорошо. Около 20 градусов. Ветер слабенький есть. Но ничего, утром дождик прошел. Я думала, будет вообще холодно. Вчера сильный был ветер такой. Но я из дома в прошлый раз не вылазила. Кстати говоря, в прошлый раз я шла по этой дороге. Я только вывернула из-за угла, начала только говорить. И у меня отключилась каким-то образом камера. Я этого не заметила. И до самой дороги я шла, я вам там рассказывала что-то. В общем, короче, какое-то у меня это видео получается сумбурным, непонятным. Ну, больной человек, что вы хотите, с больного человека. Как получится, так получится. В общем, иду в платную поликлинику. Она недалеко, в принципе, находится. Три остановки проехать. Я там уже зарегистрирована. Я вспоминала, когда я последний раз там была. Ну, точно до пандемии. Они уже и адрес сменили. А это было еще по старому адресу. О, видите, как долго я не болела. О, так хорошо. Что я этот раз заварила? Вообще понятия не имею. Без понятия. Так, что тут машины разъездились. Вот. Ну, может быть, в поликлинику пошла и подхватила какой-то вирус. Возможно. Пока я туда не ходила, прекрасно себя чувствовала. Иногда бывает нужно сходить туда. Классная погодка. Прям ветра нет. И это меня прям радует-радует очень. Прям можно прогуляться. Все, я пришла. Клиника плюс. Номер 132. 40-летие победы. По лесенке пойду. Вот она. Вот она. Вот она. Клиника работает без выходных. С 8 до 8. Здорово. А здесь уютненько, девочки. Так классно. Какие-то игрушки детские для детей. Я смотрю, еще такой красивый аквариум. Давайте посмотрим. Ух ты. Ребки. Красивые рыбки. Так. Ну я пока жду. Меня сейчас оформят. И пойду туда врачу. Все. Я оплатила. 2000. И сейчас уже под кабинетом. Как хорошо. Ни очереди тебе, ни людей, никого. Чистенько, аккуратненько, тихо. Да. Иной раз бывает за комфорт стоит заплатить. Ну и лечат. Более добросовестно здесь все-таки. Обращаются к людям. Чем обычные поликлиники. Ну все, девочки. Я вышла от врача. Как приятно пообщаться с приятным врачом. Посмотрела она. Говорит, ничего страшного нет. Все лечения отменить, если какие есть. Но я говорю, нос не капало. Как вы мне в прошлый раз сказали. Я уже, я была у нее в последний раз. Она посмотрела в 19-м году. У меня тогда был ремит аллергический. А потом медикаментозу в итоге лечения. А сейчас она говорит, у вас все уже проходит. У клюши заложено. Это потому, что еще насморк до конца не прошел. Но насморка почти нету. Так что, говорит, просто барабанная перепонка. Она немножко там стянута. Но когда насморк окончательно пройдет, тогда все, лучше заработает. В общем, она говорит, никаких лечений не надо. Никаких лекарств, ни капель, ничего. Даже аквалор, говорит, у вас уже подсушил нос. У вас слишком даже сухой чересчур, говорит. Аквалор даже не надо промывать. Ничего не надо. Шарики, говорит, понадувайте. И у вас ухо отложится, уши отложатся. И все. Все будет хорошо. Так что я, видите, вот так вот лучше иной раз потратить, лишний раз денежку. Заплатить врачу, который нормальный, грамотный. И пообщается, и все расскажет, и объяснит все нормально. И не будет пихать. Я ей показала список тех лекарств, которые мне прописал Пенчер в пятницу. Она говорит, ничего себе они зарабатывают на этом. Ну, там целый список, целая куча всяких ненужных лекарств. Это все вообще совершенно ненужное, лишнее. Притом еще и цены там такие дорого стоят еще. Лекарств. Я говорю, вот мне нравится, как вам ходить. Никогда лишних лекарств никаких не прописывают вообще. Вот, так что я теперь спокойно. Настроение у меня хорошее теперь. Я теперь с чувства выполненного долга отправляюсь домой. И на этом я, девочки, видео свое хочу закончить. В общем, до следующего видео. Всем пока-пока. Всех люблю, сыр. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok